Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах. Пока мои идут в машину, я решил им рассказать про сегодняшний выпуск. Это была наша давняя такая мечта, знаете, жить в плюсовой температуре возле моря, но не лишать себя того самого удовольствия, когда ты можешь пощупать снег, покататься на сноуборде. И самое лучшее решение, точнее, ну даже я бы сказал, единственное в России, это город Сочи. Мы живем сейчас здесь, зимую мы тут, и у нас сейчас на улице плюс 7 градусов, здесь в Амеретинской низменности, а в горах сейчас минус 5. Но, как пишет Яндекс.Погода, ощущается как минус 10. Поэтому мы утеплились и двигаемся на Красную Поляну, на Розохутор, и будем показывать вам новогоднюю атмосферу там, покажем эту классную елку, которую там поставили, и, возможно, застанем какой-то снегопад. Но это будет в следующем выпуске, ребятки. А сегодня выпуск про дорогу. Я знаю, что большинство из моих подписчиков любят дорогу так же, как и я. Поэтому я сейчас прикреплю камеру и покажу, как из плюс 7 мы попадем в минус 5. Как дорога будет меняться. У нас сейчас на дороге сыро, потому что всю ночь шел дождь, а в горах всю ночь шел снег. И там его прилично навалило. И сейчас мы будем проезжать с вами в туннелях. И заезжая в один из туннелях, будет резкий контраст, ну, как это называется, с такой чертой. Когда ты заезжаешь, здесь нет снега. Пока едешь в туннели, выскакиваешь с туннеля, и сразу снег. Такая граница. Поэтому садитесь поудобнее. Какие-то моменты я буду ускорять. Дорога прямо от нашего дома. Погнали. Но перед тем, как вы начнете смотреть выпуски, если не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Лайк жирный поставьте этому выпуску. И уничтожьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и следующий, который будет посвящен прогулке на Роза Хутор. Все, ребятки, давайте. Погнали. И увидимся с вами через сколько-то минут в конце выпуска. Погнали. Итак, мы живем в жилом комплексе Урожайный. Сейчас мы выезжаем из нашего комплекса и поворачиваем на Урожайную улицу. И двигаемся в сторону скоростной дороги, которая как раз нас и приведет на Красную Поляну. Прилетело два сообщения. Ба-бам! Что нужно давление в шинах проверить. Сейчас заедем на Газпромчик. Подкачаем. На Урожайной улице есть заправка Газпром. На нее и заезжаем. Там можно подкачать колеса. Качнул колеса. Соответственно, давление выровнялось. Ошибка сразу же пропала. И мы с вами продолжаем двигаться на Красную Поляну. Ну все, друзья. Теперь мы точно с вами выезжаем. Двигаемся сейчас как бы в сторону дома. И поворачиваем направо за магнит. Повернули мы с вами, ребята, на улицу Акации. И по левой руке вы можете увидеть тот самый жилой комплекс фрукты. Я так понимаю, он строится в три этапа. Первый этап уже готов к сдаче. Его в ближайшее время уже будут задавать. Там, по-моему, уже заканчиваются отделочные работы. Но первый домик, который мелькнули, это самый последний этап. Они еще на самом, так сказать, начале. Ну и вот мы с вами выскакиваем на скоростную автодорогу, которая имеет обозначение Е-97. Именно она нас приведет на Красную Поляну. И вот мы вместе с вами подъезжаем к съезду на дорогу Краснополянскую. Она называется Ново-Краснополянское шоссе. Обратите внимание, что перед съездом всегда, как правило, стоят сотрудники ДПС. И в том моменте, когда вы уже с дороги Е-97 съезжаете на Ново-Краснополянское шоссе, тоже всегда, как правило, стоят. Обычно они тут очень часто тормозят белку кара. Поэтому, кто арендует белочку, тоже будьте внимательны. Ну вот мы с вами на Ново-Краснополянском шоссе. Обращу внимание, что в параллели с этой дорогой идет старое Краснополянское шоссе. И также идет еще дорога. Назовем ее Древнеполянской дорогой. Она сейчас закрыта. По ней уже не поездишь. Если только походишь, то опасно. По правую руку, ребята, заправка Роснефть – это единственная заправка на всей дороге до Красной Поляны. Поэтому, если у вас мало бензина, то скачите на нее заправку. Следующая будет только в самой Красной Поляне. Особо внимания хочется обратить вот на этот участок дороги, ребята. Когда вы едете, перестраитесь заранее. Потому что, по-моему, указателя нет. И неоднократно наблюдал моменты, когда водители просто уезжают под знак направо. И создают потом аварийную ситуацию, пытаясь вернуться в полз, чтобы поехать на Красную Поляну. По-внимателям. И вот еще один участок, на котором тоже любят стоять сотрудники ППС. Тоже, ребята, по-внимателям. Вообще, в принципе, на каждом таком пятачке, как правило, они стоят в Сочи. И вот мы, друзья, с вами подъезжаем к первому туннелю. Справа туннель – это железнодорожный, а по прямой наш туннель. Посмотрите, как он хорошо оборудован. И вот мы с вами выезжаем из туннеля. И в комментариях, пожалуйста, напишите свое мнение, как вам такой туннельчик. И мы с вами сейчас подъезжаем к развязке на деревню или поселок Голицыно. Здесь можно отвернуть, попасть в этот поселок, либо на Старополянскую дорогу. А вот, ребят, сверху обратите внимание на табличку. Эта табличка показывает, сколько скипасов в наличии, сколько свободно парковочных мест. А вот, ребята, мы подъезжаем ко второму туннелю. Это именно тот туннель, про который я говорил в начале выпуска. Посмотрите, что после него будет. Та самая граница. И вот мы выезжаем из туннеля. Три, два, один. Вау! И попадаем, ребята, в зимнюю сказку. Именно отсюда начинается зима по-настоящему Краснополянская. Можно видеть шикарный вантовый мост, который мы также снимали осенью. Посмотрите этот выпуск. Вот так, ребята, после моста попадает штуку и зимнюю сказку. Сидим в низменности и такая серость дождливая. Тут вот хлопс и вот так вот снежочек. Вот такая, друзья, у нас красота. И вот мы вместе с вами подъезжаем к отвороту на саму Красную Поляну. Повернув налево, вы попадете на Красную Поляну. Но мы поедем с вами прямо, чтобы не терять время на перекрестках в Поляне. Если вам интересно, посмотрите выпуск. Ссылочку прикреплю, как выглядят поляны. И как можно попасть в эстасадок через поляну. А мы едем с вами прямо. Обратите, друзья, внимание, что с каждым километром снега становится все больше и больше. Посмотрим, что будет на Розахутре. А вот мы, ребята, вместе с вами подъезжаем сейчас к третьему туннелю, который ведет в эстасадок. И можно увидеть, что стоят машины, которые посыпают дорогу реагентами. Для меня, конечно, это не очень приятный момент, потому что из Москвы отчасти тоже из-за этого соскочили, чтобы не видеть гаэндов. А тут вот они едут. А вот, ребята, справа виднеется вершина Газпром. До этой вершины также можно доехать на машине, проехав через КПП, заплатив, по-моему, тысячу или полторы тысячи рублей. И спустя там, по-моему, 25 километров по достаточному плотному серпантину вы окажетесь на этой вершине. А вот, ребята, участок дороги, когда именно полянская дорога, когда вы проезжаете через поляну, соединяется с дорогой, которая идет напрямую в эстасадок. Ребята, сейчас мы с вами вместе двигаемся по эстасадку. Справа вы можете увидеть казино, слева частный сектор. Справа, вот видите, гостиницы. Они делятся по световой гамме. Далее, чуть дальше вы можете увидеть горки Моу. Там же есть аквапарк, в котором всегда плюс 30 и песок. Ссылочку про этот аквапарк сможете найти в описании под этим видео. И также здесь сейчас будет подсказочка. Здесь есть, также за вот этими строениями справа, есть очень классный скейт-парк. Кому интересно, можете тоже приехать покататься. Он совершенно бесплатный. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. А вот, кстати, слева именно тот отворот, про который я говорил на вершину Газпром. Ну вот, ребята, мы с вами заезжаем на Роза Хутор. И можете видеть справа, вот пошла канатная дорога. Это как раз на Газпром Альпика. Далее, вот идет отворот, это на вершину Флакона. Высота 1150 метров, тоже мы там гуляли в ноябре. Посмотрите выпуск. Ну и вот, пошли слева постройки Роза Хутор. Впереди справа постройка, казино, мосты, река Мзымта, шикарные виды, подъемники. Посмотрите, какая тут сказка. Ой, что здесь будет глубокой зимой, когда температура устаканится и снег будет лежать большими сугробами. Класс. А мы поворачиваем с вами на парковку. Ну что, ребята, вот мы и приехали на Роза Хутор, Красная Поляна. Спасибо, что вместе с нами прокатились. В комментариях напишите, как вам дорога, как вам этот перепад из плюс 5. Мы думали в минус, но сейчас уже плюс 1 здесь, снежочек тает. В общем, подписывайтесь на канал, лайком подкрепляйте и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующего выпуска, который будет посвящен прогулке на Роза Хутор. Все, всем пока, всех обнял.